Экстренные новости, друзья. Сегодня понедельник, 21 октября, и разведка Украины сообщила о ликвидации пилота 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС России и начальника штаба эскадрильи Дмитрия Галенкова. Город называет его причастным к ракетным ударам по ТЦ в Кремичуге и жилой многоэтажке в Днепре. Тело Галенкова было обнаружено в Яблоневом саду в селе Супонево Брянской области, предположительно он умер от множественных травм головы, нанесенных молотком. Ночью вновь был атакован новошахтинский НПЗ в Ростовской области, об этом сообщает Андрющенко. По словам советника Мариуполя, местные жители сообщили о пяти взрывах, а Российская Миноборона отчиталась о сбитии всех беспилотников. Но, конечно же, хлопки повредили новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Это громкое убийство военного преступника, обсудим сегодня в моем блоге, а также загадочные смерти топ-чиновников Российской Федерации и бизнесменов. Друзья, я Дарья Счастливая, это мой YouTube-канал, Даша Счастливая. Поставьте лайк этому видео, мы движемся к полумиллиону подписчиков, нас уже больше 400 тысяч. Спасибо вам большое. Напишите в комментариях географию просмотров и несколько теплых слов в поддержку Украины. Мы работаем для аудитории по всему миру, для того, чтобы аудитория по всему миру знала правду о российской агрессии. Друзья, начнем с самого важного. ГУР сообщил о ликвидации начальника штаба российской авиационной эскадрильи, которая базируется на аэродроме Шайковка, и имеет на вооружении бомбардировщики БТУ-22М3. Да, действительно, этот военный преступник, ее тело нашли в Брянской области, и именно он был причастен к удару по ТЦМ-100 в Кремичуге, где на момент атаки находилось тысячу людей, и погибли тогда 22 человека. Также он ответственен за удар по жилому дому в Днепре 2023 года, когда были убиты 46 людей, среди них шестеро детей. Друзья, вот эта фотография, вот этого преступника ликвидировали спецы. И я бы хотела отметить важные детали. Вот это фото Дмитрия Галенкова, того же пилота ТУ-22М3, которого ликвидировали в Российской Федерации вчера ночью. В январе прошлого года после удара по многоэтажке в Днепре к Галенкову дозвонились корреспонденты издания «Важной истории». Они ему позвонили, друзья. Корреспондентка задала вопрос, вам лично не жалко этих людей, которые погибли в Днепре? 40 человек уже погибли. Многие до сих пор под завалами. Тогда под завалами. Тогда спросила его журналистка. И он ответил, этот военный преступник. Какие люди? Что ты вообще говоришь? Я вообще не понимаю. Что я прям дальше мат, мат, мат на кнопку нажимал? Или в этом самолете сидел? Крым все равно наш, и все остальное наше. Чего ты хочешь от нас? Больше об этом уничтоженном военном преступнике можно найти, естественно, что в интернете. Друзья, ну а сейчас давайте посмотрим о том, как его ликвидировали. Несколько кадров, конечно же, они цензурированы. Смотрим, друзья. Далее этой ночью вновь было атаковано в Шахтинске НПЗ в Ростовской области. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андреющенко. По его словам, местные жители сообщили о пяти взрывах. Российская Минобороны отчиталась о сбитии всех беспилотников. Но вы прекрасно знаете, что хлопки – это самое мощное оружие на России, которое действует против нефтепрорабатывающих заводов, против арсеналов и так далее. Пожары были. Факт указывает на очередное прощупывание вражеской системы обороны воздуха, и обычно которое заканчивается ударом в короткой перспективе, считает Петр Андрущенко. Ну и железная логика Аптилудинова на фоне всех этих событий может быть зеркалом всей российской пропаганды. Командир элитного и неловимого спецназа Ахмат, конечно же, троллинг, друзья, заявил, что Россия уже победила в войне, потому что фиксирует отсутствие ресурса для победы в Украине. После более двух лет войны, провала Киев за три дня, партнерства ЕС и США, показания военной помощи Украине, россияне продолжают упорно не видеть очевидного. Аптилудинов, конечно же, очень прав. Фадия, мы должны понимать, что в этой войне мы уже победили. В этой войне мы уже победили. Да, я согласен. Касается вашей цитаты, в этой войне мы уже победили, но ведь противник стоит под Курском. И до конца не освобождены четыре новых регионов. В этой войне блока НАТО против России через Украину мы уже победили, потому что мы фиксируем, что ресурса для того, чтобы реально нас победить у Украины нет. Даже уже, если Владимир Владимирович Путин сумел себя и нашу страну противопоставить нашим врагам, которые планомерно вели Россию к развалу, и сумел показать им, что мы не готовы поднять лапки и сдаться, а готовы биться до конца, я считаю, это наша победа. Мы уничтожили столько ресурсов блока НАТО, уничтожили те силы и средства, которые нам были противопоставлены, что... Да, друзья, логика Аптелудинова, как говорится, станет притчей в языцах. Ничего особенного, просто Боброедка по понятиям рассказывает, что поведение Зеленского – это поведение огромное-огромное, там, все аналексика плохое-плохое. Вот только вы знаете, друзья, а как можно охарактеризовать поведение самой Боброедки? Смотрим. Дворовым языком, а мы все советские дети выросли в дворах, это не наглость даже, это отчаяние лошары. Как красиво. И зелье, как лошара, остается с этими невыполненными обещаниями. Это единственный вывод, который я могу сделать из его заявления, что ли вы берете нас в НАТО, или у нас будет ядерная бомба. Потому что это первый раз за два с половиной года конфликта, когда он угрожает не нам, он угрожает им. Он же ядерной бомбой угрожает не нам. Что нам с его этой грязной бомбой? Ну, неприятно, конечно, но как-то разберемся, да. Более того, в определенном смысле, если Украина вдруг предпримет шаги для того, чтобы получить грязную бомбу, и тем более не приведи Господь ее применит, это ты представляешь, как нам это руки развязывает вообще. Мы же сидим как зайчики, потому что, ну, вроде как, в современном мире применять ядерную бомбу не комильфо. И вроде как, если бы мы это сделали, то мы не порадовали бы, в первую очередь, тех, кто нас поддерживает, тех, кто считает, что мы занимаем разумную позицию, да. Ну, неизвестно, показалось ли бы это той же Индии и тому же Китаю таким уж разумным, да. И это во-вторых, а во-первых, даже собственному населению. Ну, не все, наверное, одобрили бы этот шаг. Ему же, ну, наверняка, железобетонно обещали, что Зеля, ты будешь Шварценеггер, понимаешь? Тебя девушки будут любить так, как тебя любят. Как вы оцениваете Торику Боброведки, ее лексику, ее интеллектуальный уровень, достоинство и честь? И можете, конечно, все это написать в комментариях под этим блогом на моем YouTube-канале «Да счастлива». Я позволю себе не комментировать этих нелюдей. Тем временем, пока Боброведка рассказывает этот тотальный бред, едим под ножный корм. Цены растут, зарплаты не растут, все, в принципе, стабильно. Более 90% россиян заметили резкий рост цен, а личные доходы не устраивают практически 60% граждан, говорится в расследовании Russian Field. На власть, которую за последние несколько лет натворила, мягко говоря, черти что, начала вторжение и так далее, людям жаловаться, само собой, страшно. Они выживают, но Путина продолжают бояться. Ну, вы знаете, как говорится, страна рабов, страна господ. Вот немытая Россия. Как отразился на жизни пенсионеров? Плохо. Плохо, все дорого. И очень дорого. Пенсия 12,5 тысяч, не работаю больше, а цены неимоверные. В один карман положили, а во второй забрали. Вот вся добавка пенсии. Они сидят в основном на кефире, на молоке и на хлебе. Все. Из-за того, что на мою пенсию в 16 тысяч 43 года отработала, ну, я считаю, что я ничего не могу себе позволить. Поэтому работаю. Вы знаете, больше всего, наверное, рост цен на коммунальные услуги напрягает. Овощи, фрукты особенно растут, а за остальное же молчу. И цены растут в зависимости, что было три года назад и сейчас, а зарплаты те же. Валентина Матамиенко заявила, что цены на рыбу слишком высокие, и не каждый может себе ее позволить. А кроме рыбы? Что-то перечислять, все не могут позволить. Самую дешевую еду покупаем. Самую дешевую. Едим, что подножный корм. Растут цены, зарплаты не растут. Все, в принципе, стабильно. А тем временем сеть интернета облетел чек из кремлевской столовой, где полноценный обед и семи номинований обходятся слугам народа всего лишь в 150 рублей. Но, вероятно, время для них там действительно остановилось на месте. В отличие от реальных цен на прилавках для простого народа. Ну а тем временем, расистские пропагандисты находятся в совершенно другой, иной реальности, где у них война до последнего расиста. Давайте посмотрим их ужасающие заявления. Подказаться от доллара. Потому что это единственное, что они понимают. У вас этот рецепт работает во всех случаях. Конечно. Вы даже тараканы в Америке собираетесь выводить этим методом отказом от долларов. Почему тараканы-то? Даже тараканы. Зачем мне у них выводить тараканов? Мой, кстати, мой подход гораздо гуманнее, гораздо быстрее, гораздо проще. Пролив имени Сталина. Тараканы тонут. Люди выживают, мы им говорим заранее, чтобы они сбежали, а тараканы тонут. Поэтому они говорят, давайте мы как-то будем так, чтобы было выгодно нам. Вот я не знаю, о чем тут можно договариваться. Очень сложный процесс. На мой взгляд, на сегодняшний день вообще неприемлемый. Потому что они нам такие условия будут выдвигать, которые нам, конечно, не нужны. А нам нужны какие условия? Мы же за территорию вообще ни разу не воевали. Ну и даже вообще у нас в мыслях этого не было. Вспомните, изначально они говорят, давайте ДНР, ЛНР в составе Украины, но самостоятельные были так. И давайте безопасность. Вы никуда не вступаете, вы ничего не делаете, и нам, главное, не создаете проблем. Вот как было-то. Мы не за территорию. Сейчас приходится, да, за территорию. Потому что других вариантов нет. Ну это же ваше решение, не наше. Поэтому вы нам что можете сейчас предложить? Сказать, ну давайте там как-то будем мириться. Как? Мы вам сказали, что нам нужна безопасность. А вы Финляндию, Швецию туда включили, в НАТО. Готовите там, так сказать, войска, вот вы сейчас говорили, учения там, все такое прочее. Вы для чего это делаете? Для того, чтобы с нами воевать дальше, да? Я не знаю, о чем говорить. Ну вот вы меня убейте, непонятно абсолютно. Ну давайте закончим. Вот некоторые, давайте закончим. А что закончим? Соединенные Штаты поставили четкую цель – уничтожение Российской Федерации. Вы знаете о том, что Путин, как говорится, в очередной раз заявил, что они еще не начинали. Они готовы воевать с НАТО до последнего, по сути, россиянина. И вот другие россиянины, которые, наверное, не воюют против Украины, они предлагают ударить по Украине ядерным оружием. То есть СВО, они не хотят идти умирать, но вот желают, чтобы был уничтожен весь мир. Рашисты – это, конечно, не люди. Мне сложно комментировать их искреннее желание уничтожить весь мир, но они только не понимают, что ядерный удар, которым они хотят нанести по территории Украины, уничтожат и их самих. Вот этот геноцид дальше будет продолжаться, то я за. Я за. Ну, потому что у меня родственники на Украине и по всей России. Как бы то, что сейчас происходит, я думаю, что это не должно быть такого. Ну и таким образом 100% все остановится. Не факт. Не факт. Кто-то отвечать лишь начнет. Ну а если все-таки применять ядерное оружие, то кому по США получается? Ну, банально, по США. Да там уже и так стоит Меркурий. Что там уже говорить-то? Если она там бахнет, США-то и не будет. Если вот конфликт мне обречет какие-то жесткие последствия для нас, и мы будем близки к поражению, то возможно применение ядерного оружия против США? А придется. Тут уже, извините, какие перчатки? Ну и получается, вот с Меркурией запустим ядерную бомбу. Да, она бахнет там. В Украине генерал-цит. По Украине нужно нанести ядерное оружие, по Америке нужно нанести ядерное оружие. И этот человек сегодня, де-факто, пока что не воюет против Украины. Он не в окопе, но он тоже хочет смерти Украины и всего мира. Это я к чему говорю? Потому что огромное количество русскоязычной аудитории по всему миру говорят, ну не все же воюют против Украины, ну не все же. Одни воюют, одни убивают, насилуют, грабят, оккупируют, а другие, находясь не на так называемой СВО, то есть не на войне, желают смерти Украины ядерным оружием. То есть на сегодняшний момент 90% российского населения де-факто воюют с Украиной. Одни предлагают ударить ядерным оружием, а другие пошли на войну убивать, мародерить, насиловать, грабить и совершать военные преступления. И это есть все 99% Российской Федерации, которые на самом деле являются рашистами, то есть нацистами в России, рашистами. И те тот 1%, которые не поддерживают войну, они все выехали из страны, ну или, наверное, сидят как немые рыбы внутри России. Сложно представить, конечно, нет оправданий российскому народу в целом вообще. Каждый из них ответственен за эту войну, за этот геноцид украинского народа, за убийство Украины, потому что каждый день бомбы бомбят наши города, уничтожают, стирают с лица земли, особенно на Донбассе, обстрелы Одессы, обстрелы Харькова, Киева, Львова. Все, что происходит каждый день и каждую ночь, это и есть геноцид украинского народа, который совершает Россия. Друзья, ну а теперь к важной теме. В России нашли мертвым бывшего топ-менеджера российской нефтекомпании Михаила Рогачева. Предварительно он выпал из окна. В чьем на обстоятельстве смерти вице-президента российского концерна ЮКОС устанавливаются и пишут, что он оставил предсмертную записку, в которой прощался с супругой. В Москве погиб бывший топ-менеджер ЮКОС и аннексим. Далее еще одна загадочная смерть. Крупный ФСБшник упал с лестницы в собственном доме в Подмосковье. Мы составили для вас список загадочных смертей. Топ-менеджер Лукойла умер в возрасте 53 лет при загадочных обстоятельствах. Причина смерти, видимо, такая же, как у его предшественников. В мае 2022 года при загадочных обстоятельствах умер бывший топ-менеджер Лукойла Александр Суботин. Полтора года назад из окна больницы выпал глава совета директоров Лукойла Рабий Маганов, а в октябре 2023 скончался следующий глава компании Владимир Некрасов. В прошлом месяце умер сын Сечина. Ну, мне кажется, это было не в прошлый месяц, это просто старая информация. Значит, я думаю, что несколько месяцев назад. А до него в 2022 году в России произошло множество других загадочных смертей. Павел Антов, депутат законодательного собрания, выпал из окна. До этого Антов написал в соцсетях антивоенный пост. Написал антивоенный пост и выпал из окна. Леонид Шульман, топ-менеджер «Газпром Инвеста», найден с многочисленными глубокими резанными ранами в ванной на полу. Рядом предсмертная записка. Зам. директора единого расчетного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности Александра Тюлякова. Его нашли повешенным в его собственной квартире. Рядом записка. Друзья, эту информацию я нашла у Александра Глебовича Невзорова. Они сделали такую аналитику. Далее читаем Юрий Воронов, гендиректор транспортно-логистической компании «Астрошиппинг». Он выполнял заказы «Газпрома», и он был найден в бассейне собственного дома с огнестрельным ранением в голову. Бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев, его жена и дочь 13 лет, найдены были мертвыми в собственной квартире. Версия следствия Аваев сам убил своих близких, после чего покончил с собой. Ну а миллиардер, глава российской компании «Медстом», связанный с передовыми технологиями в медицине, Василий Мельников, его жена и двое маленьких сыновей были найдены мертвыми в квартире со следами ножевых ранений в собственной квартире. По мнению следствия, Мельников мог убить семью и затем сам себя. Бывший топ-менеджер «Новотека» Сергей Протасяня убил жену и дочь, а затем повесился в саду в своем доме в Испании. А российский нефтегазовый магнат Михаил Толстошей был найден повешенным в гараже своего дома в Великобритании. Незадолго до смерти он признался друзьям, что боится путинского расстрельного списка, в который он попал два года назад. И это лишь некоторые громкие случаи, друзья. Это все из телеграм-канала Александра Глебовича Невзора. Друзья, просто сделайте выводы, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Загадочные ли это смерти, это действительно самоубийство или нет, как вы считаете. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал «Дашь счастливая», у нас должно быть полмиллиона. Мы движемся к этой цифре. Еще раз говорю, что наша миссия, мы работаем в том числе и для русскоязычного аудитории по всему миру, для того, чтобы она знала правду об агрессии России против Украины. Мы на нашем информационном фронте боремся с фейками, с российской пропагандой и пытаемся донести истину и правду о войне России против Украины, о российской агрессии. Будьте с нами, подпишитесь на мой канал. Я Дарья Счастливая, спасибо вам большое. Добро победить зло. Слава вооруженным силам Украины.